всем привет мои хорошие танцевальные или обычно выбирайте сами хочу поговорить с вами о наболевшем в работе средней части пишу это видео спонтанно это будет короткое включение в общем то просто сейчас такой период период отпусков и многие люди кто меня знают как вы меня наверняка сейчас смотрите из другой страны совершенно вот многие люди ко мне приезжают кто там первый раз кто не первый раз других стран других городов на разовую индивидуалку и вживую со мной занимаются и вот несколько таких уроков у меня был на прошлой неделе несколько уроков уже на этой неделе и самое главное и со своими девчонками тоже я борюсь с одной и той же проблемы и она примут как-то остров стало я говорю о наболевшем да то есть хочу поговорить и хочется и с этим разобраться о чем речь о работе средней части тела когда вы собираете делается смену в чачи в румбе да даже в саби в той же когда вы работаете ведете бедро из положения когда она сзади у вас бедро например на смене вот когда вы его выводите в нейтральное положение дальше его ведете в следующую ротацию вот почему-то я встречаю постоянно одно и то же и везде ну вот последнее до время прям слов подобрать не могу а как как будто одинаково учат нужно сократиться вот в этой области и соответственно заменяется работа ноги давление в пол разгибание колена собирание бедер все это этого этой работы нет вся эта работа заменяется только средней частью если мы напрягаем среднюю часть напрягаем живот давайте давайте вот так скажу наверно вам будет намного понятнее то есть при работе даже при той же в восьмерочки бедрами танцор пытается через напряжение живота проводить бедро с как я говорил с ротированного сзади расположенного состояния до нейтрального состояния и потом дальше то все это животом идет животом дальше вперед и дальше прокручивание если это происходит в сменах например в чача-ча-ча это происходит вот так если там это происходит в румбе то это происходит соответственно вот так я с утрирую безусловно с утрирую то есть больше сделаю если это самбо то это скорее всего вот так проблемы две сразу одна и то с которой мне приходится бороться это сутулость то есть нет работы бедер неважно это будет смены не смены нет работы бедер если у нас остается точнее при работе бедер у нас не остается презентация он должен оставаться на делаем чачу делаем румбу восьмерки самбо вот спинка должна оставаться ровно как с этим работать если за счет напряжения мышц живота нас ну это естественно ребра тянутся там и если напрягаем эту область ребра тянутся к тазу нас складывать сразу же суту сутулимся теряем работу лопатки теряем ощущение лопатки теряем раму ощущение работы спины и вообще в принципе работы спины это одна проблема вторая проблема как я уже сказал работа животом замещает работу ноги давление в пол разгибание коленом сбор ног то чем то из-за чего происходит изменение бедер из-за чего происходит разница до в состоянии где бедра там бедра или в нейтрале там в ротированном с этого позиция состоянии пресс-лайна бедра давайте спины покажу вот это вот положение или вот это положение что у нас что у нас меняется с вами наклон ротация и свинг вот все это все это все эти изменения они должны происходить вот взаимодействия с паркетом таким образом мы передаем импульс дальше то есть мы взаимодействуем с паркетом мы включаем стопу включаем колено включаем даже не включаем а работаем потому что это всегда включенная область внутренние бедра мы никогда их не должны расслаблять мы работаем через эти области и итогом следствием становится изменение уровней бедер бедра либо уходят куда-то в свинг в наклон в какой-либо да вот в ротацию ну соответственно все это вместе происходит поворачиваются наклоняются смещаются тасс бедра не бедра тасс правильно будет сказать тасс поворачивается тасс наклоняется тасс смещается почему потому что я взаимодействую с паркетом через давление если я пытаюсь все это заместить точнее нет если я концентрируюсь на работе живота я уже не могу работать через ноги это вторая проблема то есть нету взаимодействия с паркетом нету ощущения работы ног нету баланса потому что баланс будет у вас только в том случае если вы будете постоянно включенными внутри если вы не включены внутри то есть и вот включенное состояние моих ног на восьмерке и вот я просто расслаблю включенный расслаблен если они будут включены у меня не будет ощущение оси баланса работы мое бедро может вываливаться до позиции вываленного бедра моя ось может ломаться только потому что я не включен ноги очень много проблем здесь будет выходить из того что у нас не рабочие не рабочая внутренняя линия ног проблема даже много проблем вот соответственно я бы хотел еще об одном моменте сказать вам если мы работаем животом если вы работаете животом если вы здесь напрягаетесь смотрите я вам уже дал мысль о том что наклон бедер это следствие то есть это естественное изменение таза наклон бедер наклон таза это естественное изменение бедер если мы что делаем сгибаем одно колено больше переносим вес на другую ногу естественно изменение суставов и что изменение костей да и сустав меняется таз то есть меняется его положение в пространстве если я буду мои косточки бедро кость бедра через мышечный мышечный корсет через усилие через давление в пол если я буду приводить вот эти две ноги условно как собирать их вместе как магнитить до создавать вакуум между ногами вот работать внутренними поверхностями бедер то у меня что будет происходить меняться будет положение таза вот да через изменение скелетное то есть изменение костей через изменение суставов положению разгибания колена да 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 со всех сторон как ни посмотри как бы вы не об этом не думали это будет приводить к изменению таза зачем мне напрягаться в животе если все это происходит без моего напряжения в животе естественным дальше я вращаю таз до опускаясь в другую ногу и он у меня соответственно приходит в другое положение но чтобы мне вывести его вперед мне не нужно работать животом дополнительно напрягаться специально напрягаться мне нужно работать ногами ногами хотя работа центра тела то есть работа живота вы видите но я не напрягаюсь ключ ключевой момент если напрягаюсь для меня это равносильно тому что вот я могу сейчас выйти из здания где работаю домой и пойти домой безветренная погода я доберусь до дома легко и скажем так не сильно устану и я могу также выйти со своей работы из здания где работаю на улице будет сильнейший просто ветер такой ураганный то что я буду идти он будет меня сдувать вот я все равно доберусь домой конечно же но потрачу на это колоссальное количество сил энергии устану приду уже ни на что сил мне не хватит вот вот это вот сравнение это то что вы делаете когда вы включаете область живота для того чтобы менять наклон таза изменять куда-то его вы сами себе создаете ветер по пути домой ну по пути в точку назначения это трата ваших ресурсов энергетических это замедляет вас то есть вы становитесь менее точными менее музыкальными менее быстрыми да и это не позволяет вам забирает у вас внимание и не позволяет вам работать другими собственно говоря частями тела или другими звеньями тела пространстве что вам нужно это теория что вам нужно отрабатывать на практике в первую очередь вам нужно отрабатывать состояние внутренних работы внутренних мышц ног постоянно то есть вот вы делаете смены да вы подходите допустим классическая разминка у меня обычно вот разминка начинается или я прошу допустим да хотя бы две минуты давай по поделай смены по проминайся вот человек что делает соответственно он начинает делать проминающие движение в стопе почему бы в этот момент сразу же не подумать о наших ногах как она жнецах и не поработать с точки зрения разъединения через сопротивление через аста оставление включенными да то есть оставить эти мышцы включенными через сопротивление поработать смену выйти также обратно вернуться через как можно более быстрое движение или приоритетное движение на смыкание наших бедер смыкать и потом лишь ротация то есть смотрите какой момент если мы сверху двигаемся то мы изначально бедрами начинаем размыкать наши колени размыкать наши внутренние части ног бедрами ротации бедер ротации таза вот если мы двигаемся наверх мы напротив не ротации а соответственно смыканием ног смыкание ног делаем ставим приоритет для того чтобы работать и не выключаться вот в этих внутренних частях ног вот вы разминаетесь разминаетесь и одновременно думаете не только о том насколько высоко вы поднялись стопе насколько ваши стопы работают внутри позиции это очень важно потому что если мы не будем говорить о стопе если мы не скажем если я не скажу о стопе в данном случае то скорее всего вы у вас не получится в полной полной мере это сделать потому что все начинается со стоп и если вы в стопе не делаете движение вот посмотрите вот вы встали то есть ваше исходное положение вот вы поднялись наверх дальше обратите внимание на положение моей стопы левой в данном случае я сейчас буду уходить в правую ногу вот моя левая стопа я специально снял носок чтобы было более наглядно на черном ткани носка будут не так заметны изменения моей стопе смотрите что происходит со стопой из какого положения да вот какое какое было сейчас и в какое положение она у меня будет приходить насколько изменилось положение не положение ну да положение мышцы суставов внутри позиции стопы не так что тоже это тоже бывает частая проблема до человек делает смену и соответственно происходит вот так то есть он меняет позицию твистует ну давайте вот правой ногой покажу она у меня в носке и она легче соответственно ты станет то есть вот так вот так вы можете просто не следить за этим но если вы снимете хотя бы раз себя страны момент когда вы активно делаете смены у станка стоите и активно делается смены либо это будет румба да либо этого ча 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 вот ча 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 просто снимите в ритме квик-квик-слоу quick-quick-slow 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 если вы делаете в таком темпе сняли себя со стороны вы увидите что скорее всего ваши стопы делают вот так вместе с вашими бедрами если они твистуют вы активно активничаете в бедрах а стопы твистуют то нам дальше с вами говорить просто не о чем чтобы вы понимали если происходит изменение позиции говорить об изменении об об ощущении внутри ноги об ощущении изменений суставов браж позиции до латинской позиции то есть это вот когда мы когда у нас коленочка перекрывает коленочка какой тонус у нас создается вот здесь за счет пропушивание и опять же вкручивание стопы что мы чувствуем здесь как мы в дальнейшем через вот эту позицию будем собираться вакуумизироваться до обратно скажем смыкать наши ноги нам будет не о чем говорить в это не будете чувствовать почему потому что у вас визд заменяет работу стопы работу еще раз давайте посмотрим вот положение и теперь смотрите то да 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 вот вы опустились в этом положении стопы вы делаете внутреннее действие если вам сложно возьмите под пальцы теннисный мячик покатайте его туда-сюда то есть вправо влево поратируйте саму стопу потому что у вас ротация стопы и изменение коленного сустава в ротированном положении должно быть доступно если у вас стопа в этом плане не разработана у вас будут большие проблемы с красивыми но ножками и ногами и позициями в латине принципе латинских по латинской позиции скорее всего не будет вот поэтому стопа вот она у нас работает вот так да также будет работать правая у меня но самое главное если я черчу мелом свои стопы мелом позиция я из позиции не выйду то есть у меня все изменения будут внутренними смыкается сначала смыкание потом бедра смыкание затем бедра вот вот это очень важно с этого надо начать если вдруг у вас твист то дальше вы уже не почувствуете ничего уберите твист попробуйте поработать босиком попробуйте почувствовать разное положение ноги причем если вы встаете на на ногу вот смотрите сейчас встану на левую ногу и я вам покажу два разных положения вот я встал то есть у меня максимально скрученные бедра вес проецируется на большой палец и на подушку да видите пяточка легкая если я сяду в пяточку провалюсь в пяточку вот так если я расслаблю пальцы уберу вес пальцев это будет уже другая проблема какая смотрите сейчас объясню вам если я буду делать смены вот так то есть оставляя вес на пальцах обратите внимание на мой позвоночник и по и голову она у меня находится на одной линии в проекции одной линии то есть мне не двигается корпус назад вперед если я буду делать в пяточку смотрите видите пошли колебания вперед-назад то есть есть огромная разница если вы работаете даже до касания пятки не перенося в пятку вес вы работать в проекции одной проекции веса то есть видите как насколько стабилен в ау в цифр и насколько стабилен мой позвоночник в плане не колеблющего ся такого хаотичного нет движения вперед назад вправо влево да очень стабильно почему потому что вот вот здесь ну это вы сами можете попробовать вот здесь не важно как вы сгибаете разгибаете колени если вы в пятку не переносите вес, это одна проекция. Если вы в пятку переносите, вот пошла другая проекция. Тот самый перекат, который используется в стандарте. С пяточки, с пяточки на подушку. Вот он. Начало движения. В стандарте. И пошли. Вот. Я танцевал стандарт. Хоть и не преподаю его, но танцевал. Более того, С-класс я получил самым первым именно по стандарту. По латине мне пришлось еще 5 лет этот С-класс. Добиваться, да? Вот. Стандарт у меня шел лучше, но, видимо, я больше подходил визуально под стандартом. А может, платье у партнерши красивое было? Не помню. Я не скажу вам точно. Может быть, и то, и другое. Но! Этот перекат в латине нам не нужен. Нам не нужны колебания. Если мы хотим добиться скорости, вот в чачи, да, я делаю смены. Two, three, four, one. Two, three, four, one. Two and three. Four and one. Вот. Мне нужно оставаться в одной проекции. Если я буду делать two, three, four and one. Three, four and one. Three and four and one. Я буду испытывать дикий дискомфорт, если я буду позволять себе свой вес проваливать в пятку. Это плохо. Это проблема. Вот. Соответственно, встали. Мысль куда-то потерял. Встали слишком. Слишком многом, да. Начало о центре тела и перешел к стопам. Но просто поймите меня правильно. Если мы с вами не включим стопы, все, что я буду говорить про живот, это будет бесполезно. Вот. Вы встали, соответственно. И мы думаем о том, чтобы оставлять вес и проекцию своего веса на подушке. Это может быть в самое нижнее. Точка подушки самая высокая точка подушки. Но это все равно будет проекция на весе. И вот теперь мы с вами стараемся думать давлю в ногу. Вот левая нога сейчас, да, у меня. Давлю в ногу через левую стопу, смыкаю свои бедра, вращаю таз. Вращаю, вращаю, вращаю. Причем ротирую таз и вращаю таз до той поры, пока не почувствую, что мне захочется размыкать бедра. Захотелось, значит, я, соответственно, с неохотой через сопротивление внутренних мышц, потому что их нельзя выключать, я опускаюсь еще дольше, ротирую таз и тем самым опускаюсь вниз до касания пяточкой. И снова заморозил таз, давлю через стопу, начинаю смыкать ноги, поднимаюсь и открываю, ротирую таз и мягко опускаюсь. Давлю, не напрягаю живот, не напрягаю живот и когда вы будете так работать, снимите со стороны и увидите, что ваш таз, он меняет наклон и живот работает. Есть работа через давление, через внутренние мышцы. Естественно, когда вы будете делать фо-а, фо-а, вам не нужна будет фо-а, проработка. На быстрых, на дробях вам не нужна эта проработка, вам нужно только ротацию оставлять, соответственно, у вас будет, ну, точнее, не то, чтобы она не нужна, а на быстрых, на дробных движениях, на дробных тактах, битых, битых, правильно, да, когда счет делится у нас на половинку, вот, мы не переносим, у нас частичный перенос веса, если мы делаем счет два назад целиковый, Д, да, вот ставим ножку Д, вращаем бедра, размыкаем, и у нас вес уходит в правую стопу, а раз мы встаем в правую ногу, то у нас и что, происходит изменение таза, и при возврате мы, конечно же, что, будем возвращать наш таз из этого положения, и работа центра будет, а если я делаю цю-а-фри, да, цю-а-фри, то я туда вес это полностью не переношу, не происходит переноса, соответственно, и свинга будет меньше, погружение в таз, в бедро, работы в спине, пресс-лайма будет меньше, и будет больше ротации, ротация, свинг, ротация, свинг, вот, в этом разница целого и дробного счета, а, такие дела, и еще раз, еще раз, если вы фокусируетесь не на стопе, ни на ногах, ни на работе, на примагничивании своих ног, да, все, все, как мы вот сейчас сделали с вами, проработку всю вот эту, да, а если вы фокусируетесь лишь на работе живота, на напряжении, то вы создаете себе раз, дополнительное усилие, этот ветер, через который надо пробираться, в точку назначения, замедляете себя, сутулите себя, и теряете связь с паркетом, вот, немножко вышло не так четко, как я хотел бы это, ну, скажем, не так по полочкам, но если вы не поняли, напишите, возможно, я дополню это видео, если вы поняли, тоже напишите, возможно, я вам смогу помочь, в плане, вы, наконец-то, откроете свой презентейшн, наконец-то, увидите себя более ровненькими, красивенькими, может быть, вы лучше почувствуете пол, не забывайте про стопы, стопы у вас должны быть очень чувствительными, очень гибкими в плане ротации, и применение силы в ротации, то есть, у вас не должно быть проблемы, когда у вас стопа скрученная, выдавить колено, вот в этом проблемы не должно быть, иначе у вас всегда, если здесь будет проблема, вы будете что, подсознательно возвращаться, даже если вы меня поняли, то есть, даже если вы сделали правильно, ушли, закрыли колено, вы понимаете, что это колено перекрывает нас, не потому что нам хочется перекрыть, а потому что мы очень активно скручиваем таз, таз вы скрутили, колено перекрылось, но вам некомфортно, то есть, с меньшим давлением в пол нет проблемы стопу ротировать, а вот с большим давлением в пол вам неприятно, больно, и что в таком случае будет, это колено будет открываться, потому что стопу вы будете ставить в более удобное положение, и будет происходить вот такое, то есть, вот эта дырка между ногами, вот это вот шатание, колебания, вместо того, чтобы это все было через центральную линию браж, вот, все это будет ломаться, и, конечно, будет портить внешний вид и картинку. Спасибо за внимание, работайте над собой.